Я обратил внимание, что очень много ставку делаем на то, какова будет цена на рынке. То есть получается, что наши ожидания доходов зависят от того, сколько заплатит покупатель. Но это факторы находятся вне нашего контроля. Это факторы, которые решают разные соотношения сил. И факторы, на которые влияет также погода. Это тоже находится вне нашего контроля. При этом под нашим контролем находятся факторы, на которые мы можем напрямую влиять. А технологии. Как часто мы задумываемся над тем, что технологии влияют на себестоимость. Я часто общаюсь с аграриями, которые обращают внимание на количество зерна. Как в советских времен, когда медали вешали. А вот на себестоимость, которую формирует вот этот самый доход, на удельные затраты в цене, именно удельные затраты, обращают внимание далеко не каждое. Удельные затраты – это то, что приходится платить за то, чтобы получать этот доход. Вот я цифры скажу, чтобы цифрами намного легче было понимать. Порядка 40% себестоимости от того, что средние россияне сегодня имеют, растения будут, можно опускать вниз. 40%. Порядка 15% дополнительно можно добавлять за счет исключения потерь. Прямых и косвенных потерь. И можно поднимать только за счет правильной эксплуатации технологии внесения удобрения еще процентов на 20-30 с количеством урожая. Это интересно? То есть добавление порядка 6-7 рублей к тому, что сегодня имеем. За счет чего? Вот я нашел с удобрения. Для меня было открытие, когда я узнал, что за счет использования грамотного микса удобрения, создания только смеси, можно получать подъем урожая. Вот я приглашал, чтобы участвовал, к сожалению, не приехал из Паралитарского района, Гавриновский, наш клиент. Что они сделали? Они года три назад начали формировать микс удобрения, используя двухсекционные бунгера-перегрузчики. И они начали формировать под каждое поле, исходя из потребностей данного поля, свое удобрение. Чего добились на своих 1900 гектарах зерновых. Они снизили порядка на 7 миллионов издержки на удобрение и подняли на полтора тонны с каждого гектара отдачу по зерну. Я посчитал, это 25-26 тысяч рублей на одном гектаре, получается, прибавка. Что мы имеем сейчас по уборке? Вот мне Александр представил, потому что по уборке, наверное, легче запоминать. Хотя мы занимаемся целым агрологистикой. По уборке мы имеем возможность поднять производительность комбайнов, если тупо организовать трезвенную уборку процентов на 40. А если применять технологию ранней уборки, к примеру, которую применяет Светлый на севере области, Александр Гончаров, то можно на несколько дней стартовать раньше и можно убирать влажное зерно. А что это нам дает? Если мы умножаем еще на тот коэффициент, который подняли, это на 70-80% увеличение нагрузки на комбайн. Это сокращение инвестиций в комбайновый парк. Плюс к этому добавляем порядка двух раз увеличение нагрузки на автотранспорт. Просто потому что простоями убираем. Очень просто все. А самая фишка в том, что используя технологию хранения зерна в пластиковых рукавах, вот этого самого влажного зерна, мы сохраняем влагу, а потом уже миксуем с пересушенным зерном и получаем конверсию, трансформацию пересушенного зерна до ГОСТовского стандарта. Получается, мы продаем влагу, которая представляет проблему, как бы по цене зерна. Такие несколько плюсиков, которые добавляют, и суммарно это составляет очень серьезный эффект. Или каким образом управляются качества. Хозяйство это не элеватор. В хозяйствах сложно создавать сегрегированные партии зерна, когда каждое качество находится в своем месте. Но если у вас есть рукавное хранение, а здесь уже у многих есть рукавное хранение, то у вас есть возможность вот это делать. И что это дает в конечном итоге? Во-первых, вы отслеживаете понятие послеуборочного дозревания зерна. На пару процентиков добавляется клейковина. Вроде ничего. Второе. Вы имеете возможность формировать партию зерна того качества, за которое вам заплатят лучшую цену, чем исходный материал дали бы. То есть вы формируете фактически товарную партию перед тем, как продавать. И за счет этого вы получаете другой подъем. Вот сейчас мы говорили, разговаривали с моим коллегой, на счет семенного зерна. Хранять семенное зерно. Хранять семенное зерно, и при том они дают совершенно другой эффект. Потому что можно хоть по 50 тонн, хоть по 100 тонн можно отмерить. И это не означает занимание складов, где приходится отступать друг от друга, чтобы ничего не пересекалось. Один из наших клиентов, очень интересный клиент в Оренбурге, он добился вообще колоссального результата. Он умудряется хранить через биоконсервацию, мы его научили года 4 назад, кажется, через биоконсервацию он умудряется хранить кукурузу с влажностью 44%, сорга с влажностью 25%, и продавать это сорга в Европу после того, как сушит. Европу под детское питание. Он подсолнечник хранит за 30%, просто убирает без оглядки на влажность, а сушит тогда, когда температура в Оренбурге поднимается в марте месяце ниже определенного уровня. Вот такие фишки есть, которые можно использовать. По посеву. Ну, здесь на юге, может, это легче, если погода дает. Ну, ребята, можно посев увеличить, ускорить работу посевной техники раза в три. Каким образом? За счет исключения простоев на загрузке, вернее, не исключения, минимизации вот этого простоя. Можно загружать посевной комплекс за 3-4 минуты. А если посчитать, что, меняя технологию, можно круглые сутки с тем же составом механизаторов грузить посевной комплекс, мы получаем трехкратное увеличение нагрузки на посевной комплекс. Когда я все это собираю вместе, получается очень интересная картина. На комбайны, на автотранспорт, на автомашины, на посевную технику, на трактора, на разбрасыватель удобрения суммарные инвестиции снижаются более 70%. А что значит суммарные инвестиции? Это амортизационные затраты, которые присутствуют, и которые, к сожалению, многие не учитывают, когда считают свой баланс. А они же есть. Это же инвестиции. Я предлагаю обратить внимание на все факторы, которые сейчас находятся в зоне действия вашего управления и пересмотреть свои взгляды на то, что кто-то должен отвечать за эффективность вашего собственного бизнеса. Вот за собственный бизнес отвечаю я. Если что-то пошло не так, это значит, в первую очередь, моя вина. Проглядел, не нашел там более технологичные решения и попал. Никто не должен гарантировать, что что-то пойдет иначе. Цена хорошая, ну, прекрасно, заработали много, а сейчас, наверное, пора оглядеться. То, что сейчас Игорь сказал, это не означает, что Игорь гарантировал чего-то, цена пойдет вверх. Давайте думать насчет того, что от края пропасти, которую отделяет понятие себестоимости цена продажи, надо отступать очень сильно назад, чтобы любые колебания никаким образом не повлияли на ваш бизнес. Наверное, все. Мое время не вышло? Армен Викторович, спасибо вам большое. Вы всегда добавляете жесткость. Пожалуйста. Представляйтесь, не забывайте. Да, нам олег. Алексей Вячеславович, город Прометава, Костовская область. Вы привели прекрасный пример, конечно. Остался один вопрос, нерешенный, где брать деньги на все это? Ну, я могу помочь вам. Ну, сейчас поможете. И второй вопрос. Весь мир развивается цивилизованно. В Финляндии, я не буду говорить, Чикаго, Америка, в Финляндии 350 евро на гектар. Чем выше на север, тем больше субсидия. До 4, 23 евро на гектар субсидия. Мы не получаем ни субсидий, еще с нас забирают 5-6 тысяч каждой тонны зерна. О чем вы говорите? Фергеры, у которых нет дополнительного бизнеса, они стонут сегодня, стонут. У кого пшеница и очмейки. Допустим, пролетают подсолнечник у нас сгорает, кукуруза сгорает, только нужен полив. Полива нет. Вот ребята сидят на одной пшенице. 9 рублей цена. О каком развитии можно говорить? 5 лет я ничего не построю. Хотя у меня помимо зерна еще откорм бугаяк. Мы вот 7 месяцев живем за счет бугаяк. вот такая сегодня ситуация. А вы нам предлагаете что-то купить и развиваться. У нас просто нет средств сегодня. Мы еле-еле закрыли год, заплатили налоги, выплатили премии работникам, потому что работники уходят. Спасибо. Ну тут я скорее всего не вопрос услышал, а крик души. Ну конечно вы правы, есть проблем, их много. Наверное любая ситуация, которая называется проблема, должна нас подталкивать на то, чтобы задумались как сделать, чтобы не наступить на эти грабли повторно. Делать выводы, брать уроки. Вот насчет себестоимости я могу сказать, что себестоимость реально опускать в наших условиях до 4-5 рублей. Как приходите в гости расскажу. У меня к сожалению здесь всего 10 минут было ответяно, я не могу распространяться больше 10 минут. Приходите, расскажу. Если вам необходимость есть в следующем году не стать на эти грабли, то сейчас это время пока еще есть. А что касается игры с государством субсидии, знаете, это не моя, наверное, бархия. Государство какое-то время дало, дало поддержку определенные годы, потом, наверное, сделало выводы, что пора сейчас забрать, подкормили рыбачка и можно уже отдачу там получать. Но это уже другая история, это не моя история. Моя история то, что вы говорите насчет продажи, ну конечно мы продаем, как и вы продаете, каждый из нас что-то покупает, что-то продает, это нормально, но в данном случае здесь я вам ничего не продаю. Моя история это формировать, это формировать знания, для того, что через эти знания можно было добиться результата. Вот здесь присутствует Хачадру Милконович, поддержите меня пожалуйста, на сколько у вас производительность комбайнов поднялась, сколько гектар убирает один комбайн, который работает в звене трехзвенной? Процессор на 25 производительность поднялась, мы используем переключки в звене, где работают комбайны Тору, одно звено, четыре комбайна, другое звено, три комбайна, другое бригаде, тоже мы работаем со стопилотами, и остановок в течение рабочего дня практически нет, а ребята глядят друг на друга, чтобы больше убрать, еще продукты с собой такие берутся, чтобы холодильники хранить, кабиней на ходу уже еще. Я помню, в прошлом году вы поделились данными, что... просто на ходу, ну, все на ходу, только минимальная потеря времени рабочего. Вот в прошлом году вы делились, что у вас три Торума, 9-метровыми сжатками, убирают 1150 тонн в день, так? Да, у нас в колхозе три длина комбайна, в двух длинах убирают комбайны Торумы, и в одном длинах 7 комбайнов Акрос, и каждый из них рассчитан на производительность дневного производителя, 1150 тонн, иногда бывает 1300 тонн, повесить, как пойдет работа. У нас такая система давно налажена, и три зава, которые все это верно сходу очищают. Спасибо. Ребята, задайте себе вопрос, какая производительность Торумов, которые работают по обычной технологии. Спасибо. Васильевич, хозяйство энергии, тоже пролетарский роял. Ну, мы тут с пролетарцем все активны, так что потерпите, раз мы приехали за 300 километров по гололеду. Ну, я господин Алиляния, я знаю, на рабочем десяти лет, первый раз на рабочем больше десяти лет не был встретив. Я хотел просто поблагодарить его за то, что на протяжении многих этих лет все равно свою цель, свою мечту тяжело, она притворяет жизнь. Спасибо, что такие люди есть у нас в России. Переживает за нас фермеров и хочет, чтобы мы жили хорошо. И у него тоже голова болит, чтобы мы могли жить еще лучше. Никто не обещал, что жить будем хорошо, будем жить еще лучше. Кто-нибудь смотрел фильм Кобра, нет? Салон там снимался. Вот посмотрите, например, сначала такая фраза, что же нам делать? Надо усилить молитвы. Потому что уже четыре года подряд Боженька нас балуют, и у нас дожди, прекрасная погода. Мы получаем урожай, какие нам и нестили, 60-65. Благодаря только выживать. И вот господину Релиару, который беспокоится о нас. Я за то, что в его словах есть там смысл. Ну, понятно, что может мы не каждый можем себе позволить, от этого ушел. Животное рост, от этого ушел куда-то, у каждого своя дорога. Ну, то, что он говорит, есть смысл, надо прислушаться, и надо выживать. Выживет самый умный, самый гиркий, самый быстрый. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Идея нового, и больница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова